Опа! Привет всем братишкам, которые шагают со мной по пути в этом криминальном мире MLK. И если ты не рак, ты на канале Даффи Даффи. И сегодняшний сходняк я сделал для того, чтобы определить и рассказать, какие бойцухи сейчас вывозят базар и ценятся среди игроков. Кто может внести тонну дамага, затащить всю катку и уйти, не пропустив ни одной плюхи. В общем, добро пожаловать на видосик про топ-5 бойцов для линии опыта. Поэтому, братишка, просто так не сиди и замути для пацанов подгончик, как обычно. Чефира в колокольчик, маляву в комментарии, неожиданный апперкотик по лайкосику и свою зачетную, лютую, авторитетную подписочку. И да, я надеюсь, ты не забыл про самое главное правило. Ну ладно, напомню, это всегда. Свапай. Танка. Меты, фарма, нано-ВДК и все, полетели к видосику. Надпомню, что бойцухи в игре сейчас очень решают исход матча. Хоть и не вспоминаем мы о них первые пять минут, а они там тоже не цветочки собирают, а решают вопросы и горы кокоса. Это те самые парняги, которые стоят там себе раз на раз с гордым пингом и даже помощи не просят. И зачетную пятерку бомбезных дуэлянтов раз на раз открывает Гвиневра. Хоть и оказалось, эта девчуля у нас на пятом месте, это не отменяет того, что личико она твоё может подмять так знатно. Потому что в этом топе я насобирал только максимально лютых чуваков, я выбирал на пятое место между урной и Гвиней, и всё-таки сюда залетела Гвиня. Конечно же из-за своего контроля, время перезарядки которым ты управляешь сам, накидывая свой первый навык, который кодешится каждые три секунды. И сокращая тем самым перезарядку своих остальных двух навыков, а так как очищение у нас сейчас перезаряжается всю игру, она спокойно залетает в этот топ. Да и забайтить врага на это очищение, не прожав свои ульты, будет очень легко. Ну а уже потом выписываем скорый билетик до фонтана. Ну и конечно же я не забыл про её бомбезный отхил, с которым ваше нагибание вражины будет ещё веселее. И поэтому наша Гвинька забирает своё почётное пятое место, подкидывает всю команду пять раз и ни разу не ловит. Ну и на крайняк добивает карой. И на этом чудесном моменте мы перелетаем на четвёртое место, которое заслуживалось кровью и потом, знатным отхилом и просто лютейшим дамагом. И это Альфа, который вернулся к нам с забытой планеты, награждённым таким неплохим бафом и начал решать все вопросы по понятиям. Чётенько ворвался как и в лес, так и на линию опыта, ну а в решающих замесах 5 на 5 может неплохо отстоять слово за себя, да и за всю свою команду. Хорошо впитать и нехило раскидать урона может и в тех моментах, когда остался один против толпы. Ведь в этих моментах он совсем не боится и с большой лёгкостью выдерживает все натиски вражеской команды. Да и ультой своей подкинуть тоже не забудет, поэтому забирай этого челика, пока мунтоны ещё добрые. Открывать тройку лютых бойцов должен поистине достойный чувак, который, я думаю, заслужил своё уважение перед вами. И это Чу, Чушочек, и я думаю, нет роли в игре, на которой не смог бы сыграть Чу. Со своим контролем и постоянно навязчивым уроном в соло он стоит просто на изи, а если вдруг нет лесника? Спокуха-братуха говорит Чу и залетает в лесок, и с одного прокаста кладёт вражеского мага или адыка на верхнюю полку рядышком с фонтаном. Ожидать следующей попытки противостоять этому типочку. Ну а если вдруг вы не выполнили самое главное правило и не свапнули танка, или у вас его попросту нет, эту роль также отлично исполнит Чухарес. Пройдёт сквозь контроль и на блюдечко выпнет тебе вражеского дамагера, да и сам не пострадает, и пока идти будет ещё и полкоманды подбросит. Поэтому рекомендую начинать осваивать азы Муайтая именно с Чушком, в этом направлении вы точно не прогадаете. Ну и следующий паренёк, занявший второе место, который пропишет тебе двоечку так, что ты потом точно не встанешь, это Чонг. Что-то пытались с ним придумать мунтоны, нерфили, нерфили, да и не занерфили. Поэтому с ролью паренька на разах он справляется просто идеально. Тут тебе 4 способности на выбор. Эскейп плюс подброс, замедление, жёсткий урон и лютейшая мобильность на ульте. С которой тонкие цели, которые стоят далеко и ищут свою защиту за танками, всё равно получат своё. Также внезапные ганги тоже делают своё дело и не забываем про его просто нереальный отхил, ну а всё остальное зависит от тебя. Правильный фарм, ни шагу назад и все дела. Плюс ещё подобрать хорошую комбуху с какой-нибудь Ангелой, то шансов на победу у противников совсем не останется. Ведь если вся эта машина залетит ещё и в Ангеле, то это точно не сконтрится. Поэтому запрыгивай на этого дракона, чтобы твоя дорога к мифику была значительно быстрее. Ну и на первое, на самое первое место, надев свои перчатки, залетает Пакита. С этим парнягой первую пятиминутку один на один выстоять в ринге точно не получится. Ну а что тут у нас имеется? Чёткие удары, которые не только наносят значимый урон, да ещё и контрят вражину так, что будь здоров. Подбрасывает тебя, сдвигает, в общем делает всё, чтобы максимально унизить тебя перед твоими друганами. Путь к вражескому АДК через Пакита обернётся тебе в 100% неудачи, ведь вся эта делюга с контролем идёт не в одну цель, а по всей вражеской команде. Ну и весь этот лютый старт не заканчивается до конца игры, так как и на поздней стадии этот чувак заставляет задуматься, а стоит ли вообще атаковать. Поэтому записываемся на треньки с Пакита, всему обучаемся и залетаем на вечеринки. Ну и в общем-то, вот такой вот лютый топчик я насобирал для вас. И мне очень нравится ваша активность, вас уже целая пятихаточка. Каждого из вас ценю, каждого уважаю и обнимаю. Если тебе понравился этот топчик, заряжай лайкоса, пиши комментоса, кого бы ты хотел увидеть в этом топчике. Ну и подписочка, братишка, подписочка. Ну а с вами был Дофиньо Дак и всем гуд лайк. Субтитры сделал DimaTorzok